Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, а как мне сердиться на тебя, а? Господи! А что случилось? Она тебя скинула, что ли? Ну, да. Ведь она же будущая мама. Она ведь волнуется за своего же ребенка. А какой была моя мама? Я ее ведь совсем не помню. Ну, она была самой лучшей. Просто маленькой еще очень была, поэтому и не помнишь. Она для тебя не забытая? Ну, конечно. Конечно, не забытая. Я всегда помню о ней. Вот ты вырастешь, станешь моей помощницей. А для ранней ее жеребенка мы назначим ежемесячное пособие, чтобы жеребенок вырос здоровым. Ну, все. Раня, будет все хорошо с твоим же ребенком. На! Возьми. Ладно. А, кстати, в пятницу еще один теннис добавили в три часа. Угу. В три? Да. Вот если мы успеем между лошадьми рисованием. Хотя, я думаю, каляки можно пропустить. Это не каляки. Изобразительное искусство. ИЗО. Так и запиши. О, Данка, ну ты прям как президент, слушай. Ни минуты покоя вообще. Я Дана Михайловна, а не ребенок. Дана, но все равно же ты ребенок. Ну, да. Валя, а ты спросила свою дочку? Она будет заниматься со мной бизнес в инглиш? Ну, а что бы нет? Она так вот недавно отучилась на секретаре референта. Красный диплом мозги на месте. Перспективы большие. Дима, займись делами. И она чаще будет бывать у нас в доме. И Валя не так сильно будет скучать без своей дочки. Да? Ты болтушка моя. Так, все непременно должны попробовать сырники Данки. Они очень вкусные. Ты очень красивая, Лариса. Спасибо. Папа, правда она как с картин Боттичелли? Да, научу тебя, учу. Тех, кто здесь присутствует в третьем лице, не говорят. Я готов есть твои сырники утром, днем и вечером. Ты молодец. Ты меня тоже научишь? Если найду время. Данна Михайловна, включу начальника. Я уже выбрала крутой колледж при Кембридже. Там все выпускники гении. Ну, я туда поеду. Правильно, только к гениям. Куда иначе? Данна, ну это так далеко. Я вам звонить буду. А Лариса меня пока потянет по инглише. Только, пап, Лариса слишком красивая для секретаря. Отвлекать будет от работы. Данке нужно в колледж для страшно умных. Точно. Вот я возьму себе в секретаре Гришку Садовского из третьего Б. Вот он страшно умный. Ну, главное, чтобы не страшный. Пап, привет. Привет. Иди сюда. Садись. Говори, какой тебе важный разговор? Слушай, я вот, в общем... Пап, что ты мне нёшься, как двоечник у доски? И, кстати, а где тут снимок, где мама еще совсем молодая? Ты его в медальоне носил. Как он всегда со мной. Я долго думал, взвешивал. Риски и, возможно, выгоду? Правильно. И риски, и выгоду. И, наверное, скоро женюсь на Ларисе. Хм, чтобы она бесплатно со мной занималась? Ну, так себе бизнес-план. Ну, что скажешь? Ну, ты ведь даже не спросила ту Ларису. Ты только увидел ее. Да нет. Мы уже несколько месяцев встречаемся. Мне сразу понравилось, как только Валя нас познакомила. Ты чего, дочь? Она же тебе тоже понравилась. Нет, папа. В смысле? Ты же не говорила, что она красивая. Нет, папа. Нет, я сказала нет! Танна! Тан! Открой дверь, пожалуйста. Ты ведешь себя не по-взрослому. Я не ожидал. Я не хочу разговаривать. Даночка! Дана! Ни с кем! Вы все знали! Вы все подстроили это! Возьмите мне билет! Я завтра еду! Подальше! Все, не переживайте. Все наладится, все решим. Да, бери мне лицо. Я, наверное, поеду. Ну, подожди, ты, ну, куда ты поедешь? Не надо никуда уезжать. Ничего страшного, привыкнет. Дана! И отдай мне медальон с мамой! Он тебе больше не нужен! Привет! Привет. Начнём. Не старайся, папа новый купит. Дан, зачем же с тобой ссориться, а? Ты глупа. Ты глупая. Тебе очень не нравится, что я тут живу, да? Так я буду тут жить. Лучше нам с тобой нервы друг другу не трепать. Мы скоро станем близкими людьми. Ты мне никто. Никогда не станешь мамой. Ах ты вредная какая. Ты учти, я тут перед тобой как все на цыпочках ходить не буду, ясно? У меня тоже характер. Я одна без мамы в общаге в другом городе зубки отрастила. Уйди. Это моя комната. Папе скажу, что урок прошёл отлично. Взаимовыгодно. А про учебник сама расскажи ему. Дима, за рулём нельзя отвлекаться. Да, да, прости, начальница. Ценный груз везу. А ты Ларису в моей машине возишь? Почему тут её дыхание воняет? Тебе показалось? Хорошее движение. Удачи. 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 Какие бумаги ты ей отдал? Зачем? Твой отец попросил. А почему это Лариса здесь? С дядей Кириллом? А папа знает? Ну ты прям следак. Да они случайно встретились. Ресторанчиками далеко от офиса. Просто обедали. Просто обедают? Она не работает в папином офисе. Ну что, доктор, судя по всему, жить буду. О, мелкая, ты тут одна? Нет, водитель ждет в машине. Я не мелкая. А, ну я сеньпин. К отцу, что-то наш жених разволновался. С вашим сердцем ложиться на обследование надо. И срочно. А вы вон даже в медкабинет ко мне зайти не можете. Так работу тянули и отпускают. Кто ж работать будет? Работа. Не хочу пугать, но с таким давлением это как бомба замедленного действия. Окол подействует, должно полегчать. Данка. Тетя, папе плохо? Нет, ты что. Это просто наша Зиночка план выполняет. Вы обманываете. Плохо? Отдохнуть бы твоему папе не мешало. Знаю, что хочешь сказать, Данка. Вот что я тебе отвечу. Ну, если ты так хочешь. Ладно. Ты и не женюсь. Больше никогда. Да, но и у меня у тебя будут условия. Ты тоже никогда не выйдешь замуж. Будем вместе жить, ухаживать за мной будешь. Ну а что, договор? Нет. Если тебе это так важно и нужно, женись. Я постараюсь полюбить эту Ларису и того, кто у нее будет. Братика или сестричку. Пара может меняться кольцами. Попрошу врачующихся подойти ко мне. Михаил Петрович, я сделала все, как вы просили. Вам нужно расписаться здесь и здесь. Вам и невесте о том, что берет фамилию мужа. И еще насчет удочерения и свидетельства Даны. Лариса Артемовна будет значиться в графе «Мать». Расписывайтесь. А теперь жених может поцеловать невесту. Ура! Горько! О, молодые! Поздравляем! Пойдем еще! Поздравляем! Дядя Ян, мы должны помочь папе. Я знаю, будет что-то плохое. Поздравляем! Поздравляем! Мама, поздравляем вас! Проходите. Михаил Петрович, к вам пришли. Здрасте. Чем обязан, господа? Михаил Петрович Павленко? Совершенно верно. Вот ордер на обыск и на арест на ваше имя. Что значит финансовая махинация? Пройдемте. Миша. Пойдемте. Простите, одну секунду. Что происходит? Лариса, все нормально, не переживай. Просто звони Смиранину, меня подставили. Что? Тихо, тихо, тихо. Мереги себя, я никому не верю. Все будет нормально. Звони Смиранину. Слышишь меня? Все. Иди сюда. Давайте быстрее. Вам пора. Одну секунду. Я ненадолго уеду. Все хорошо. Слушайте, Ларису. Мереги ее и малыша. Слышишь меня? Все, я тебя очень люблю. Приступаем. Так, ты берешь первый этаж, ты второй. Довольна, мам? Что теперь будет вообще? Ларочка, успокойся. Успокоиться? Мам, мне ребенка теперь от уголовника рожать? Который еще, к тому же, все потерял. Отлично дочку устроила. Мам, лучше не бывает. Лара! Что ты наделала? Павленко нам все давал. Что ж ты плюешь в руку, которая кормит? Валь, пожалуйста, давай без концерта. Ты же знала, что так будет. С Гамовым, с этим подлецом связался. Потому что видно же... Закрой свой рот. Без нас разберутся. А мое дело вообще маленькое. Папа вернется, всех вас выгонит. Тебя и тебя. Вы предатели. Почему, Дана? И скоро он вернется. Ты врешь! Что ты лепаешь своим языком? Да заткнись ты уже! Давно отец просил соблюдать спокойствие. Адвокаты уже работают, они во всем разберутся. И я уверен, папа очень скоро вернется домой. А ты тогда говорила, что ему угрожает опасность. Ты расскажешь, почему ты так решила? Можете это передать папе? Медальон с мамой. Пусть будет у него. Я передам. Спасибо. Да. Там очень хорошая школа, частная. Там можно даже пожить какое-то время. Ну, пока все трясется. Папа не мог сдать меня в интернат. Я не верю. Именно так он мне и приказал. Ты давно его приказы обсуждаешь? Даночка. Ну, это не наша прихоть. Это папа так сказал. Ты с ним не говорила. Ну, он через дядю Леню передал. Я не хочу туда ехать. Черт. Что это? Это что, Гамбл? Данна, сядь немедленно! Ну, посмотрим, кто быстрее. Ты понимаешь, что это по твою душу? А может, из-за? Да не каркай ты. Ты понимаешь, что все это из-за тебя? Они тебя первого уберут! Он в этот кабинет вряд ли вернется. Так что забирай их, женушка. Тут вот, милое сердцу, хрень, поделки, фотографии. Первые жены тебе вряд ли нужны. Миша вернется, так не может быть. Ну, может, всякое быть. А ты бы меньше верила байкам Смиранина. Если Миша туда попал, его закрыли. Это надолго. И по делам. Это почему? Ну, как почему? Поднялся на чужих костях. На каких костях? Трудового народа. Лаучеры и шмаучеры. Помнишь? Кто больше людей надурил, тот и в дамках. Все. И вот пришел час расплаты. Ну, а ты радуйся, что есть я буду спасать фирму, бизнес, имущество. А это что, возможно? Все возможно. Есть схема, а ты, как законная жена Павленко, должна будешь поставить подписи там, где я скажу. Смиранин мне ничего такого не говорил. Миша ему доверял, я тоже. А ты не его должна слушать. Сам Смиранин и слил документы мусарам. Из-за которых Мишку и взяли, и возбудили в уголовное дело. Это те документы, которые Дима тогда привез. Ну, уже не важно. Я бы на твоем месте сейчас лучше задумался над будущим твоего ребенка. Ну, например. Ничего ты. Ну, что я такой страшный? Ну, может, ты просто не тот выбор сделала. Я понимаю. Мишка был выгодный в партии. А теперь что? Да. Не понял, повтори. В смысле? И что, никто не... Ладно. Дану вывезли в интернат. Твоя мама и муж. Да, я знаю. Что случилось? В общем, там авария, только что сказали. Никто не выжил. Всего один звонок, Миш. И так нам идут навстречу за меняемую плату. Сердце не на месте. Черт. Миш, сейчас надо думать, как тебе срока избежать немалого. Алло, Лариса. Ну, что, да. Как вы там? Как дела? Как, как Данка? Миш, мама, она погибла, на машине разбилась. Что? И Дима. И Данка твоя. Миша, 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 врача кто-нибудь? Не дай Бог такой судьбы никому. А отец как узнал про аварию? Умер. Инфаркт обширный мгновенно. Поэтому к ней никто из родных не приходит. Как же ей теперь жить-то дальше? Все открыто нараспашку. Заходи, кто хочешь. Бери, что хочешь. Я не хочу. На, на. На. Молодец. Сорок градусов. И не покривилась. Да, я все понимал, Лариса. Горе-то какое большое. Мать похоронила отчима, мужа. А жить-то как-то дальше нужно? Не нужно. Оставьте меня в покое все. Место успокоить. Тут такое дело, Лариса. Мишка был страшно умным мужиком. И завещание умно составил. Все наследство переходит его доченьке. В восемнадцать лет она вступает в право управления активами. Папашка на блин отрада. Мне ничего не надо. А мне надо. Прикинь. Короче, пока что этим всем Мишкиным добром управлять можно и нужно. Через опекунов. А ты кто? Мамаша. По новым документам. Не-не-не, я не буду. Ну, а придется, Лариса. Даже если ей не хочется и мамашей стать, и со мной дружить, а будешь умной и послушной девочкой, то и жить будешь хорошо, в достатке. А может, и при мужике. Больно. Мне тоже больно. Всем больно. Нас сама завязывай. Что, ребенка рожать никому не нужно. Слушай-ка, я… Мамой тебя никогда не была и не буду, ясно? Мамой тебя никогда не была и не буду, ясно? И давай без этих телетьих нежностей обойдемся. Ты его кормила, Лариса? Ты его кормила. Кормила, не кормила. Сейчас я покормлю тебя. Молодец. А шум это было. А ты на маму не сердись. Она хорошая, просто немного устала. Вот мама придет и мы ей погукаем. Агу-агу, мама. Да? Не называй меня так, эти не мама. А я это Саше говорю. Ну да, забавно. Это моя мать тебя нянчила, даже на родную дочь забила. А теперь ты моего… Где мои бутылочки? Лариса, тебе не надо пить. Совсем. Ты куда все спрятала? Я ничего не прятала. Ты что, с прислугой спелась, да? Воспитывать меня решили? Поздновато. Лучше будет, если ты будешь гулять с Сашей, а не няня. Няня? А нету няни. Я ее уволила. Болтала няня много. Ну а что ты, новую найми. У тебя же денег много. А то у меня нет ничего. И может, эти все щедрые подачки, но лошадей не нашла и учителей твоих трачу. Учителей и лошадей давно нет. Платится только за мою школу. Только стоит твоя школа, как… А чем тебя обычно не устраивает, а? Папа так хотел. Ясно. Ну да, понятно. А потом колледж в Англии, а потом стану большой начальницей. Ой, господи, о чем ты мечтаешь? Мечтать надо, как замуж удачно выйти. А ты о бизнесе. Я папе обещала. Дан, дома все так же? Да, но я стараюсь это исправить. Братика жалко. Поэтому ты такая хмурая? Нет, завтра год как папы не стало. Все, что могли, мы исправили. Обвинения все сняты, комбинат работает. Да и отца все вспоминают только добрым словом. А когда накажут тех, кто папу подставил? Накажут. Обязательно накажут. Только нужно немного времени. Только папу это не вернет. Но есть же ты, продолжение его. Поэтому следуй своей дорогой. Ты умничка, у тебя все получится. Спасибо, дядя Лёнь. Я и иду. Спасибо! Спасибо! Напугал. А ты вообще как к себе домой, да? Ну и что? Считаешь, что это мой дом? Моя женщина. Может, я стану хозяином? Я тебе что, собака, что ли? Ну, каждая собака ищет хозяина. А тебе нужен новый. Чего ты дергаешься? Нет настроения? И не было настроения. Лапу прибери свои. Похмелье, Ларочка? Может, тебе деньжат выделить? Может, и выделить. Я вообще не понимаю, почему я должна на твоей подачке жить. Это Данкины деньги. И я ее опекун, а не ты. А-а-а. Знаешь, милая, в этом доме ты никто. Дурочка, которая удачно легла под Павленко. Не более. Понятно? Я так не могу больше, я не хочу так больше. А как хочешь? Может, замуж хочешь выйти? Может, хочу. Только не за тебя. Да кто ж тебя такой возьмет? С приплодом и без своих денег. Ты ж ничего не стоишь. Дешевка. Да еще без мозга. О, а вот и хозяйка дома вернулась. Дядя Кирилл, не надо уходить в наш дом. Извините, Дана Михайловна, что без приглашения? В доме маленький ребенок, нечего тут посторонним делать. Где Саша? А Саша, Саша спит, а я его пойду проверю. Дядя Кирилл, дайте денег. Сашке нужна новая няня, а Ларисе врач-нарколог. Так, чтобы она не пила. Ну, если я дам денег, Лариса их пропьет. Деньги нужно перечислять на карточку, тогда Лариса их не получит. А няня должна получать зарплату не здесь, а в банке. Ага. Разумно. Разумно, разумно. Ну, ладно. Вся в отца. Ну что, Сашка, творог купили, сырники будем готовить. Наш папа сырники мои любил. Не знаю, как так можно вот на ребенка все бросить. Пьет безбожно. Уж. Ага. Не трогайте меня. Я уже давно все поняла, это же ты, да? Ты их убил, и маму мою, и мужа ее, ты! Ты что, совсем в мозге пропила идет? Когда тебе звонили, когда тебе сообщили. Это ведь не из милиции были, это дружки твои звонили, да? Ты орал еще на них. Это ведь они аварию подстроили, да? А? Тимка сам не справился с управлением. Ну конечно, потому что его машину преследовали по твоему приказу. Они тебе все мешали, ты их всех убил. Слушай, сюда идти. Туда ему и дорога. Тимка за тридцать грошей продался. Он ему и на твою мамашу, и на Павленка начхать было. Ему только деньги нужны были. Поэтому он меня и слушал, и делал то, что я скажу. А Мишу? Мишу ты подставил? А если и так? Дальше что? Что дальше? Это не сложно было сделать? Порой подписей не там, порой документов не тех, которые ты мне через зимку и передала. Ты что, забыла? Так, наблюдаем. Без моей команды ничего не сделаем. Виноватых она и ищет. Вижу тебя, ненавижу. Слушай, ты будешь брыкаться, сама и потунешь. И все потеряешь. Я уже тогда все потеряла, ясно? А ты мне за все ответишь. И ты здесь с наследием члема. Все, пошли. Пошли, пошли. Открой! Уходите отсюда! Открой! Слушай, ты что, думаешь, спрятались, да? Думаешь, я не войду? Давай поговорим. Ты мелкого отдай мне, хорошо? И все, я тебя не трону. Я вас не боюсь! И Сашку не тронете! Только попробуйте войти! Да? А что будет? Что, убьешь меня? Руки за спину, Гамов! Отошла дверь и быстро! Эй! 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 К выходу! Уводим! Эй! 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 Без признания! Все то, что он сказал, все это записано на камеру и будет приложено к делу. И использовано обвинением на суде. Уводите! Все хорошо. Удали! 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 Удал, улажно! Удал, улажно! Вы с папой жест какой-то делали. Научишь? Что это значит? Как сердце пульсирует. Не понимаю, как мне дальше... Миша нервнуть маму тоже. Ой, как жить? Смысла никакого. Тебе Сашку растить надо. Нет смысл. Спасибо тебе за всё. Что Сашку спасла и меня... Хочешь, называй меня мамой. Я чуть постараюсь стать тебе мамой. Да. Ах... Субтитры сделал DimaTorzok Сашка, Сань, давай вставай. Ты чего? Сколько можно дрыхнуть? Эй, сама. А я только из-за тебя и встала. Давай, поехали. Куда? Сестру твою встречать. Я, что ли, дни до ее приезда считала? Вставай. Субтитры сделал DimaTorzok Сашка! Господи, куда ты едешь? Совсем, что ли, обалдел? А ты куда побежал? Ну, это Данка. О, Боже мой. Ты видела? Господи, спасибо вам большое. Ну, совсем обалдел. Привет. Спасибо вам. О, Господи. Ну, ты даешь. Спасибо, Андрей. Кстати, знакомьтесь, Андрей. Вы знакомы? Да. Мы вместе летели, Андрей менеджер. Вот, и я хочу назначить его управляющим. Ясно? Очень приятно, Лариса. Мне очень приятно. Спасибо еще раз большое. Ну, ладно, пойдемте. Саша, еще раз. Ты от меня уезжаешь? Спасибо. Ты видела? Сашка, а ты его точно как управляющего привезла? Или, может быть, как жених? Лариса. Лариса. Мы с Даной еще по колледжу знакомы. Я был помощником ее научного руководителя. Андрей помогал писать мне курсовую? Он спит святой теме. Неужели? Да, она у нас девушка. Все сама. С детства такая. Селф-мейд-вумен? А я вот ничего не умею. Даже готовить. Учиться особо не для кого была. Сашка у меня всеядный. Так что вот, пользуемся доставкой еды. Могу научить Сашку. Базовый минимум. Я умею, когда нужно. И завтрак, и обед тоже. Может, вы у нас тут тоже поуправляете? Ну, а что? Я всегда мечтал о младшем брате. Рос один. Прекрасно. Вы готовы продолжать? Дана Михайловна. Да. А. МО Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Для меня важно все, что касается твоего отца Ты столько рассказывала о нем, я бы ты лично его знал А я не была на его похоронах Я тогда в больнице лежала после аварии Даже не видела его, ну, не живым Поэтому мне кажется, что живым просто куда-то уехал А там мама Мариса, моя няня Хотя, наверное, правильнее сказать Мама Валя Ну, Валя Как ты тогда все выдержала? Столько потерь Это вообще-то моя мама Не только Дана Тогда кого-то потеряла Она хотя бы маленькая была, не понимала ничего А я не только маму Еще и отчима и мужа Да, это ужасно Идем Дядя Лень, ну вы насчет передачи дела не волнуйтесь Андрей пока будет исполняющим обязанности А вы в любой момент сможете вернуться Не вернусь уже я, Данночка Пусть Андрей принимает обязанности полностью Так Вы выздоровеете, ясно? Ставим цель, я ставлю А Павленко что? Всегда добивает своего Настоящая Павленко Раз приказываешь, придется не умирать Да, я вам не разрешаю Только это все эмоции Отвезем вас в Германию Или в Израиль Куда врачи скажут Там внизу Ситро продается Как в детстве Понял Сейчас принесу Дядя Лень Давайте как-то Не имейте права мне вот так бросать Хороший парень На Михаила похож Характером, хваткой Даже внешне Заметели Да, поэтому я его и выбрала Блин, ну как они так ездят? Правила вообще для кого? Ты просто привыкла к правому рулю и стороне Ты это, прости, что я тебя сдернула Это не твои обязанности Просто Лариса сказала, что не сможет забрать Сашку Прекрати, я делаю это от души Мы же друзья Партнеры Партнеры Первое правило партнерства Ты должна мне доверять Нет, ты все правильно понял Я Твой работодатель Как скажете, Анна Михайловна Согласен Работа и личные несовместимы Нам зеленый едем Обалдеть, что это времена Разбиваешь имя человека И можно про него все-все-все узнать Чуть ли не биографию Это если человек известный Ну да Оказывается, у него отец известный Большая шишка в администрации В другом городе Да вы, Андрей Васильевич Непростая птица у нас Появился новый вариант? Да, вариант с большими перспективами У брата твоего какая секция? Одиноборство У него такой же загруз, как у меня в детстве Кроме музыки и танца Сашка отказался Да, ну Расслабься ты Я Извини, если перешел границу Я понимаю, какой аванс доверия Что взяла на эту должность Постараюсь оправдать Закрыли тему Слушай, я уже кое-что выяснил Не хочу пугать, но знать должна Ну Гамма ваш Ну, не ваш Тот, из-за которого погиб у отец, да? Он ведь вышел на свободу еще три года назад По условно-досрочной Ясно Раз Лариса об этом не знает Он к ней не заявлялся Уже хорошо Но может заявиться теперь Когда ты вернулась домой Будь готова Зачем? Будет мстить? Скорее всего денег захочет Ты вступила в полные права на наследство Так Будем решить проблемы по мере их поступления Привет Ну что, Мария Попинцева, привет Давайте домой Ты че такой кислый? Еще мне пятьдесят капель налей Для счастья Которого нет Богатая невеста, а женики все Не того калибра Я не подойду Вот типа тебя все и клеятся Пассажисты, водилы Угостить? Это я хотел тебя угостить А все поздно Я уже свою дневную норму выпила Он через тебя Все это А все еще И в следующий раз Будем поддерживать На этом Ты ходил И клябр Ты 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 Бориска все не меняется. Собака все еще ищет себе нового хозяина. Запятую здесь поставь. Научишь меня такие же вкусные готовить. А, или лучше я завтра сам по своему рецепту. А я не знала, что ищу кулинар. Пришлось научиться, когда... Почему ты на нее всегда так смотришь? Понравилось? Я никак не мог понять, кого она мне напоминает. Я тоже мать потерял. Ты Гаврила свою не помнишь, а я свою помню. Мне десять было, когда я ее не стала. Тогда я научился готовить. Слушай, ты и правда на Ларису похожа? Мама, у тебя красавица. Я сеструха влюбилась. Слушай, заткнись. Пиши давай. Где все, Лариса? Уже ночь на дворе. Да, пьет где-нибудь. В смысле, пьет? Такое часто бывает? Я уже привык. Понятно. Я тебя плохо слышу. Ларис, плохо слышно. Какая Марина? Алло. Марина Куб. Я же говорила, загуляла. Пойду в свою комнату. Подожди. Там допишешь? Прошу. Поехали ко мне! Ну, ко мне точно нельзя. А что у тебя, ленивый муж? Сейчас. У меня там вещи. Подожди. Да, брось с теми вещами. Поехали, поехали. Звиняна с тобой не поедет. А ты кто такой? Я? Муж. Муж? Ладно. Что за фрукт? Сказал, что муж. Опился груш. А узнай-ка, когда она успела выйти замуж. Ларис, плохо? Лучше не бывает. Такой красавчик меня везет. А куда везет, кстати? Только не домой. Мне домой нельзя, слышишь? У меня там сын. Нельзя. Тогда куда? Давай к тебе, а? Можно? Найдется у вас уголок для бедной пьяной девушки? Так себе идея. Ну, ты меня хотя бы не прогоняй. Мне сейчас так поддержка нужна. Ну что, к тебе, да? Ненадолго, минут на пять. Ой, наконец-то, слушай. Уютненько как. Слушай, на сельской местности с видео, да, повесь куда-нибудь. Вопрос с квартирой скоро решится. Дана обещала. А что еще тебе Дана обещала? Ой, сестра, прошу. Ну ладно, чего ты? Присядь. Присядь. Что ты стоишь? Ну, расслабься. Ну, да, я знаю, ты иногородний. У тебя отец, вдовец, навезет на таких. Многие устали очень. Не поможешь мне? Я вам сниму номер до утра. Что? Что? Стоп. Ты обещал меня не прогонять. О чем дело? Данку любишь, что ли? Она мне нравится. Угу. А вы выпили лишнего. Ой, слушай. Давай же на ты. Правда, я так устала. А, так кружится. Из-за тебя все. Хочется быть. Маленькой девочкой. Чтоб защищали тебя. Под головки кладили. И одеяльцем укрывали. О-а-а-аха. А-а. У-а-а-а. Бега, я засталась. , не неги. У-а-а. У-а-а-а. Ну что ж, давайте начистоту. Всем и вам, и мне понятно, что я пока на начальницу не тяну. Но у нас есть общая цель, чтобы компания процветала. Я сделаю все, чтобы дело моего отца, ваш труд, под руководством Леонида Юрьевича, который, надеюсь, временно отошел от дел, не прошел даром. Помогать мне в этом будет человек. Знакомьтесь, наш новый топ-менеджер Андрей Васильевич Супернов. Добрый день. Прошу прощения за опоздание. Не рассчитал время пути. Уже не особое день от нам начальства. Что ж, начнем? Знаете, Андрей Васильевич, опаздывать на такое важное совещание, это просто недопустимо. Вы выставили и себя, и меня перед сотрудниками, идиотами. Ну прости. Будешь своей девушке говорить. А я напоминаю, я ваша начальница. И в следующий раз буду штрафовать, если еще что-то не рассчитаете. Я вас понял, Данна Михайловна. И еще. У Ларисы есть дом. И совсем не обязательно потакать ее капризом и зачем-то везти в гостиницу. Вот блин. Что это такое? Да не знаю. За мной одна и та же машина с утра ездит. В смысле? Когда Ларису из гостиницы отвозил домой, и когда вас в офис вез. И вот опять. Остановись тут. Здравствуйте, дядя Кирилл. Нашла дядю, племяшка. Зачем за нашей машиной ездите? Вам нечем заняться? Я вас тогда не боялась, сейчас не боюсь. А я смотрю, ты стала еще больше похожа на свою папашу. Что вам надо? Еще не знаю. Может, вернуть свое. Своего сполна получили. Ты про срок, а я про деньги. А вашего ничего нет. Уверена? Да. А может, сын Лариский мой. Может, она со мной дружила, прежде чем под твоего папашу лечь. Это неправда? Тогда и часть Павленковского наследства тоже моя. Послушайте, оставьте нас в покое, ясно? Или вас привлекут. Офигу deixa яpool. Офигу. 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 По-моему. Офигу. Не спишь? Да ладно, расслабься, это я не ссориться пришла. Советы давать? Обойдусь. Ну окей, ладно, давай начистоту. Что у тебя с Андреем? Первая любовь? Почему тебя это волнует? Потому что меня это волнует. Потому что Андрей мне нужен. У меня тоже, представь себе, первая любовь. Впервые за тридцать лет даже не думала, что такое бывает. Нет. Спасибо, что еще раз напомнила, что не любила моего отца. Ну ладно, Дан, я же не про это. Слушай, раз мы уже начистоту, скажи честно, Сашка, сын Габа? Что? Ты с ума сошла? Ты с чем это взяла вообще? Ну просто ответь. Нет, я просто не буду на это отвечать. Что? Что это вообще за вопросы такие дурацкие? Ясно. Андрей не твоя собственность, ясно? Я не твой отец. Я твои капризы терпеть не буду. Не вздумай Сашке этот бред ляпнуть. Спокойной ночи. Для сведения сегодняшнего дня я езжу на машине сама. Понял. Справишься? Так, я была у Смиранина, общалась с врачами, просила сказать все как есть. Его еще ждет несколько курсов химии, но никто гарантий никаких не дает. Операция в Германии будет обсуждаться после результатов химии. Ясно. Тут вот отчеты про деланные проверки и новый бизнес-план на два квартала. Изучишь? Конечно. Слушай, а почему ты не сказала, что Гамов в городе, что он преследует, что вы встречались? А я должна перед тобой отчитываться? Я сама разберусь. В крайнем случае обращусь в милицию. Я считаю, что это наша общая проблема. Нет, Ларису в это впутывать не надо. Не говори, что Гамов здесь. Как скажешь. Но я считаю, что мы не чужие люди. И проблемы должны решать вместе. Нужно ехать в бухгалтерию на завод. Я посмотрел отчет, там либо воруют, либо ошиблись. Я проверю. Я сама поеду и проверю. Пожалуйста, проходите. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот здесь, пожалуйста, мой кабинет. Проходите. Ну что? Раздевайтесь. Показывайте. Все готово. Вот, пожалуйста, раздевайтесь. Все равно не сходится. Ну где-то же есть ошибка. Давайте смотреть декабрь прошлого года. Ну сегодня мне совсем некогда этим заниматься. У меня внуки заболели. Вот, пожалуйста, это декабрь. Ладно. Идите домой. Идите, говорю. Спасибо. Мне уже пора уходить. Вы будете еще работать? Я еще посижу. А мне просто нужно все закрыть. Я вам пропуск оставлю тогда. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Эй! Так. Не плачь, не плачь, не плачь. Ну, застрялась, кем не бывает. Пап, у меня ничего не получается. Все как из одного места. Ну, привет, Леонид Юрьевич. Вот и свиделись. Я тебя не звал. И я. Не особо соскучился. Ну, говорят, помираешь. Убедился. А теперь убирайся. Да, жить-то хочется, Леня. Лечься на денежки Павленко, цепляясь за что-то. Бесишься. Что без Павленко, так и остался нулем. А кроме подлости, ничего в тебя, Кирилл, нету. И цена тебе, крошь. И тогда, и сейчас. Ну, не старайся, не обидишь. Ты, Леон, от жизни тоже свое получил. Но разница в том, что ты скоро сдохнешь, а я буду жить. И хорошо жить. Что, капает? Помогает? Что случилось? Да я дура. Я карточку забыла и застряла. Господи. Я два часа бегаю, обыскал тебя уже везде здесь. Я думал, тебя убили. Я просто дура. Спасибо. Что ты делаешь? И что хочу. Задить не будешь? Ну, посмотрим. Да. Порошила я начальница. Сделала все-все ошибки. Угу. Все-таки жалеешь? Нет. Ни капли не жалею. Я тебя так долго искала. Ну, разве я терялся? Дурак. Жаль, что я так поздно поняла, что это ты. Смешная ты. Я смешная. Лариска красивая. Я знаю, что она в тебя влюбилась. Как мне с ней конкурировать? Андрей, у нас точно все хорошо? Возьми. Да, слушаю. Да, супруг. Не дозвонились Дане? Меня нет, меня нет. Видимо, у нее телефон разрядился. А что случилось? Да, понял. Да, приедем. Что случилось? Смиранин ночью умер в больнице. После химии организм беззащитен перед любой инфекцией. Общее состояние, сами понимаете, четвертая стадия. На скидку отказалось сердцу. А если нужно знать точно? Более точно покажет только вскрытие. Но нужно разрешение родственников, а вы видите, в каком состоянии его супруга. Скажите, а возможно, что ему помогли уйти? В смысле, вы имеете в виду, что смерть была насильственной? Я предполагаю. Кому понадобится убивать человека, который и без того при смерти? Вы кидаете тень на больницу, на персонал, на врачей, если это только ваши домыслы. Вы не сердитесь. Мне нужно знать. На свободе человека, у которого со Смиранином были личные счеты. Обращайтесь в органы, если так. Разбирайтесь. А ваш Санёк уже ушёл. В смысле? С кем-то сестрой, что ли? Нет, с водителем. С каким водителем? Водитель меня только что привёз. Вы ничего не путаете? Что, Андрей забрал? Вы можете по камерам посмотреть. Вы можете по камерам посмотреть. Господи, вернулся. Вы зачем его с ним отпустили? Я подумал, водитель. Андрей, я против милиции, семья его тоже будет против. Гамов вернулся. Он Сашку похитил. Он его прямо из школы забрал. Я сама по камере видела. Это конец, всё. Всё, это конец. Я, конечно, знала, что Гамов вернулся. Я видела с ним, но чтоб Сашку похитить. В смысле ты знала? Ты знала и мне ничего не сказала. Ты соображаешь вообще о таких вещах? Сразу предупреждать надо. А теперь этот урод Сашку похитил. Ты вообще как представляешь, что он с ним сделает? Да ничего. Ему просто нужны деньги. Я встречу с ним и всё решу. Ясно? Одна не уезжай. Я с тобой. Мне Гамов вообще-то сказала, что Сашка это его сын. Ты поменьше бред всякий слушай. Мне лучше знать, чей Сашка сын. Миша это сын. А с Гамовым я уже после смерти твоего отца в безысходности спала. Так, не оправдывайся. Жди. А где она? Андрюшенька, мне так страшно. Вернём Сашку. Успокойся. Успокойся. Вот. Ту сумму, которую я смогла снять без согласования. Достаточно? Не подавитесь. А теперь мои условия. Ой-ой-ой. Уверен? Уверен. Вы уедете отсюда и оставите меня, Ларису и Сашку в покое. Я поду. Это не обсуждается. Я с вами рассчиталась. Ты не сильно обидела? Мамаша-то достаточно оставил денег. Где Сашка? Ну что ты нервничаешь? Ну погуляли с парнем, поговорили по-мужски. Мамаш-то пацану не особо нужен. Иначе Лариска бы не скидывала его тебе или водителю, да? Что, личную жизнь устраивали? А это вас не касается. Ясно? Мне бы такого защитницу, да, Шмель? А знаешь, твоя Лариска по пулю и добила. Спросишь, как? Он позвонил ей из СИЗО, а она при мне. Без подготовки ему. Да она умерла, все умерли. У любого бы, инфаркт был бы. Сашку отдайте. Немедленно. Через час на этой мосте. Где Сашка? Не волнуйся за Сашу. О, нежданные гости. Говорила, сама будешь. Обманула? У Сашки маячок вшит, я отследил. Один звонок, здесь милиция будет. Отдавайте, пацана. Слушай, Дана Михайловна, поможешь я себе? У тебя какой-то бестолковый. Я что, не пойму. А с кем ты спишь? С Лариской или Данкой? Ты уж определись. Чего смотришь, убогий. Эй, ты в порядке? Ты мне все еще должна. За папашу отдашь свою. Дана! Сашка. Так. Тетя Андрей. Все нормально. Ты в порядке? Точно? Сбежала зачем-то. Я даже не успел сказать, что Сашка уже неделю с маячком ходит. Давай, машину. Ты в порядке? Все хорошо. Кто тебя просил? Садись. Сашина. Господи. Все в порядке, скажи мне, ничего он тебе не сделал? А? Ничего. Просто поболтали. Он пивом угощал. Что? Слушай, ну я говорила, Гамбову нужны лишь деньги. Он их получил. Мам, я пойду к приводу. Давай. В смысле? Ты что, заплатила? Да. Сколько? Десятку. В долларах? Дана, ты соображаешь вообще? Никогда нельзя идти на поводу у шантажиста и деньги давать. Ни копейки нельзя. А ничего, что я ищу моему брату? Это глупость. Это мои деньги. Ясно? Мои. И незачем тебе их считать. Да, наша Дана бывает и такая. Удивлен? Это все результат папиного воспитания. Все дозволено. А тебя, я смотрю, отец так и не научил не говорить о присутствующих в третьем лице. Ты же ушла. А я ухожу. В гостинице пожилу. Хорошо и вечером. Что с тобой, Андрей, тебе плохо? Будущий чаю выпей горячего, смятый. Успокаивает. У тебя с сердцем проблемы? Так заметно? Отец ее, муж мой, сердечник был. Видела его в похожем состоянии, как понервничает. Приходится таблетки пить. Слушай, давай не будем о плохом. Ну правда, все дома. Почти все. Все целы. Поведем тихий домашний вечер и уговорим твое сердце не хулиганить. А он не возвращался, парень этот. Андрей, кажется. Вы же опять к нему девушка? Да. Не ждите, идите домой. А я номер стесняла. А, ну раз так. Что не знаете, где он? Потеряли. Как раз знаю. Спокойной ночи. Ну если вдруг придет, я скажу, что вы его искали. Спасибо. 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 Меньше всего думала, что буду с Данкой соперничать. Ты же не прогонишь меня? Нет. Вам не с полицией пришли. Проходите, пожалуйста. Благодарю. Здравствуйте. Здравствуйте, Дана. Левченко Сергей Николаевич, следователь. Прошу. Да, спасибо. Скажите, Левченко Сергей Николаевич, а где мы раньше встречались? Что добро. Все вспомнила. А вы были в доме, где я пряталась с младшим братом, а вы задержали Гамова. Да, мы виделись и раньше, но вы меня вряд ли помните. Вы с тех пор заметно подросли. Вы расскажите, может вспомню? Да, это был один из моих первых выездов и сразу такая авария. Да, зря спросила. Мне тяжело вспоминать. Ну, в свете того, что Гамов на свободе и, возможно, причастен к гибели Смиранина, я вынужден задать вам несколько вопросов. Да, конечно. Наконец-то температура спала. Я уже боялась, что без скорой не обойдемся. Спасибо тебе. Да, она приехала. Андрей, ну, ты тогда сам ей скажи, что посчитаешь нужным. Продолжение следует... ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Сашка! Саша! Сашка, ты чё там сидишь? Эй! А тут лучше, чем там. Кажется, у меня скоро будет новый отчет. Андрей что, все выходные здесь провел? Угу. Кровать. И мама рядом с ним. Понятно. Ладно. Идем, я тебя накормлю. Нет. Саш, ну что здесь сидеть? Нет. Идем. Все же хорошо, что ты пришла. Най. Да. Я же все понимаю. Сама к тебе напросилась со своими чувствами. Я не хочу лезть в ваши отношения, что-то вам портить. Я привык отвечать за свои поступки. Тем более в отношении женщины. Я же давал это услышать. Иди-ка. Ты нас навсегда бросаешь? Дан, ну слушай, давай, пожалуйста, без эмоций. Андрей, правда, приболел. Я видела. У него ночью температура под сором была. А можно без подробностей? Дан, ну куда ты собираешься? Я здесь больше жить не буду. Куплю квартиру. И я здесь не останусь. Можешь сдавать в интернат. Или я к Данке поеду, если возьмем. Так, Саша. Мы это обсудим? Сейчас выйди, пожалуйста. Давай, иди. Ну отлично, молодец. Молодец, нашла способ уесть меня. Все перессорятся, ты только рада будешь. Нет, чтобы порадоваться за меня, за Андрея. Нам хорошо вместе, да. Дан. Ну это просто глупо, правда. Если мы тебе дороги, желала бы нам счастья, не устраивала бы тут. Да, я желаю. И тебе, и Андрею. Дан, давай поговорим. Звонки мои ты игнорируешь. Пришлось смс-ка сообщать, что меня выписали, я к работе возвращаюсь. Выписали? Выздоровел? Ну, значит, приступай. Вон сколько дел навалилось, я сама не разгребу. И это все. А что еще? Ты и так на две недели выпал. Со здоровьем уже все хорошо? Погоди ты. Гамов больше не появлялся за эти дни? Нет. Ты разве не на связи со следователем Левченко? Да, он сообщил, что Смиранину помогли умереть. Это подтвердилось. Не хватает пока только нужных доказательств, что это сделал Гамов. Зачем мы об этом говорим? Да потому что ты в опасности. И Лариса, с Сашкой. Вы все. С Сашкой? Повсюду Никита, водитель. С Ларисой ты. А за меня не беспокойся. Да, ну послушай, я... Твои обиды, я понимаю, то, что между нами... Да не было ничего между нами. Между нами есть только между тобой и Ларисой. Ясно? Я слышала твои слова. Отвечать за женщин, с которыми... Да. Не перебивай меня. Давай просто признаем, что это была ошибка. Моя ошибка. Забудем, сотрём как файл или как там еще. И все. Считай, это мой приказ. Я вас понял, Дан Михайловна. Ну что, Ларис, поздравляю. Хотя срок и небольшой. Я думала, просто задержка. Как видишь. А мужик хотя бы достойный, чтобы рожать от него? Или не хочешь? Достойный, даже очень. Так вы рожай, не сомневайся. Трицать, Николарка. Когда еще соберешься? Данка мне этого не простит. Данка нормальная девчонка. Вот ты все эти годы отказа в деньгах не знаешь? Я ей все эти годы типа матери была. Теперь я ей соперница. Я беременна. Я буду рожать. Исправлю сама, если что. Крыша над головой есть, деньги тоже. Рожу и воспитаю. Зачем ты так? Потому что я все понимаю. Одно дело, красивые слова об ответственности, другое дело, реальная проблема. ребенок это не проблема. Это радость. Да, большая радость. Тогда что нам делать? Нам надо жениться и рожать. даже если дано. Без всяких, даже если. Ты правда рад? Да. Я вообще не понимаю, зачем меня сюда вызвали. Меня что, подозревают в чем-то? Сергей Николаевич отпрашивает тех, кто был знаком со Смиранином. Здесь, потому что удобнее. просто это очень странно. Мы вообще-то с тобой уже больше месяца не общаемся. Тут этот вызов. Проходи. Лариса Артемовна, а в каких отношениях вы были со Смиранином? Странный вопрос. Вы же знаете нашу историю? Еще 10 лет назад были в моем доме. Ну, то дело вел не я. Но да, я в курсе участия Гамова в гибели близких вам людей. Так вот и спрашивайте про Гамова. Смиранин ведь тоже был не чужим в вашей семье, так? Он помогал моему покойному мужу. Занимался финансами. Ни друзьями, ни врагами мы с Смиранином не были. Детей вместе не крестили. Он был хороший, честный человек. Мне очень жаль, что его не стало. Угу. Вы мне лучше про Гамова скажите, вы его посадите или нет? Если он убил Смиранина, он хотя бы за это ответит. Я уже молчу, что он нас всех в страхе держит. Ну, мы делаем все возможное, чтобы он ответил. Скажите, а за последние дни Гамов не пытался выйти с вами на контакт? Нет, и слава богу. Ну, он общается только с теми, у кого деньги есть. Дана Михайловна, можно у вас на минуту? Ваш кофе. Пожалуйста. Спасибо. Спасибо. Что, ушел твой следак? Ушел, пошел дальше допрашивать. Толку от его допросов. Все равно они Гамову прижать не могут. Ладно, я тоже пойду. Кофе, мне все равно нельзя. Спросишь, почему? Дана, я беременна. От Андрея. Буду рожать. Я подумала, что лучше я тебе сама об этом скажу. Я понимаю, что ты чувствуешь и ненавидишь меня и его. Ну, вот так случилось. Поздравляю. Ребенок это большое счастье. Если нужно будет помощь, говори. Если только с лекарствами. Андрею нужны дорогие. Он же сердечник, твой отец. Ну, и мне теперь тоже. Вот, возьми, пожалуйста. Там лимит большой. На все хватит. отчитываться кому? Управляющему? Никому. Это подарок. всего доброго. отдыха. Угу. Андрей, привет. Привет. У меня как раз Лариса все рассказала. Прекрасная новость. Да, Лариса. Слушай, ну, если бы у нас с тобой была любовь, вся эта ерунда, мы бы еще в Англии сошлись, да? Ну, прекрати. Уходи. Можете открыть, пожалуйста? Да, давайте. Спасибо. А вы уже всех допросили? Ну, уже всех, Извините. Да, что вы, каждый имеет право на слабость. Хорошо, не. Поехали. Ой, я позже сойду. Войдите. Я быстро. Субтитры делал DimaTorzok Простите, я там дайте полотенце и уберу. Спасибо. Наверное, отравилась в чём-то. Я когда своего первого носила, мутила круглосуточно. Вы полежите лучше, а я всё уберу. Мужчины, давайте накладывайте еду. Ой, кстати, курьер приезжал. Тут твои лекарства. Вот, держи. И мои витаминчики. А мне там ничего нету? Успокоительного? Или как в мультике антиазверин? Иди ты. Сашка, накажу. Спасибо, уже наказала. Стой! Ну-ка, вернись! Что с ним делать? Пойду ещё одну принесу. Спасибо. Спасибо. Лар, ты что? Ты инструкцию читала? Беременным нельзя такие. Врач мне разрешила. Это ребенку никак не навредит. Я с ними хотя бы засыпаю. Ну ты чего? Иди ко мне. Иди, иди. Ты кого больше хочешь? Мальчика или девочку? Мне кажется, я больше девочку с мальчишками. Проблем больше. Вон я с Сашкой как намучиваюсь. Да. Наверное, девочку. Такую, как Данка, да? Мне кажется, ты только о ней думаешь, как переехал сюда. Я думаю, о нашем с тобой будущем. Данка, лучше, лучше вас! Подожди. Следующий приготовился. Давай. Извините, что случилось? Пошел. Ничего. Садись. Ты чего звонила? Давай, активно. Вот, хорошо. Саш, что за капризы? Ты вообще-то меня с работы сдернул и от подчиненных. Не капризы. Работаем. Забери меня от них. Куда? И переходи сразу. Там твой дом. Мама и... Нет. Все, урок окончен. Я не хочу жить с ними. Ты свой дом бросила из этого Андрея. Это неправильно. Так, братец, что-то почему, вопрос второй. Во-первых, в том, что ты Павленко. Александр Михайлович Павленко. Да. Ты не можешь себя вести, как какая-то девчонка. Саша. Слушай. Ну, а кто мне вообще помогать по работе будет? Я, между прочим, на тебя рассчитывала. Саша. Саша. Давай, улыбнись. Ну вот. Уже лучше сидеть тут кислой. Дана Михайловна, как здоровье? Зачем звонишь? Я сказала, больше меня не беспокоить. А то что, куколка? Дяденьки из милиции пожалуешься? С Мираниной я вам никогда не прощу. Вообще не понял, про что ты. Отмучился дядя Леоня? Тебе порадоваться? А ты такая жестокая, как и папаша твой был. Причем здесь он? Точно ни при чем. И давно. А вот сынок его, продолжатель дела, растет. Да? Павленко. Охрану пацану поставила. Это правильно. Но ты же понимаешь, что она ему не поможет, если мы не сможем договориться. Я не собираюсь с тобой ни о чем договариваться, урод. Понял? Кричат, когда боятся и когда слабые. Давай миром решать, Даночка. Без крика. В принципе, еще твоя мачеха есть. Она, думаю, подговорчивой будет. Послушай меня сюда. С криком или без. Ни со мной, ни с Ларисой ты ни о чем договариваться не будешь. Ясно? Привет. А ты чего здесь? Что-то случилось? По Сашке соскучилась. М? Ему точно ничего не угрожает? Только не времени. Ничего не угрожает. Приодевайся, я жду тебя. Пришла бы домой, хоть в гости, все-таки не чужие. Пришла бы домой, хоть в гости, все-таки не угрожает. Как привязанная, блин. И что, ты так и будешь смотреть? А что я могу? В убегалке догонялки с ними играть? Или останавливаться и нарываться на разборки? Ну, так же моя мама погибла. Их машину преследовали, довели до аварии. Они это умеют. Потом все выглядело так, как будто ее муж виноват, с управлением не справился. Хочешь, чтоб с нами тоже так? Главное не поддаваться. Они только на нервы действуют, а так ничего сделать не смогут. Дана, нас Гамов уже не первый раз преследует. Да точнее некуда. Твой следак вообще будет что-то делать или нет? Скажите, зачем вам все эти допросы и, видимо, следствия, если вы по факту ничего не делаете? Успокойтесь, мы делаем. Присядьте. Да не хочу я сидеть. У меня семья в опасности, вы понимаете? Им защита нужна. Я не могу арестовать Гамова только за то, что он ездит на тех же улицах, где и ваша родня. А что вы можете? Так заведите какое-то дело. Лариса, вон, беременна, ей нервничать нельзя. Вам тоже. А Гамов этого и добивается. Чтобы у вас дали нервы, вы приняли его условия. Я еще раз повторяю. Работа ведется. А со смертью дяди Лёни что? Увы, доказать причастность Гамова не удается. А что б его защита не разбила нас на первом заседании, нужны железные доказательства. Ясно. То есть вы предлагаете просто ждать, пока снова кто-то погибнет. Вау! Я этого не говорил, да, Анна? Спасибо. Помню, папа говорил, что врага лучше знать в лицо, а не прятать голову, как страуса в песок. Отличное начало. Всем приятного аппетита. Ларис, ты же знаешь, проблема есть. Нам лучше собраться и все обсудить, как дать отпор Гамову, если нам милиция пока не в состоянии помочь. Ну, а при Сашке обязательно? Всем нам теперь жить, как на пороховой бочке. Ларис, хватит таблеток. Нас Гамов в любой момент убить может. Ты преувеличивай. Я преувеличиваю, а вы тут все умные. Одна пугает, другой жизнь не учит. А ты вообще, Андрюшенька, постороннее лицо, и для Гамова ты никто. Плюнуть и растереть. Нечего тут уши развешивать, пойдем со мной, поможешь мне. Я, в общем, придумала вариант. Я выделю долю акции и предложу Гамову. Формально продам, по сути отдам. И правда такая наивная. Он выберет забрать деньги, чем сейчас на новый срок. Ты не откупишься долей. Он захочет забрать все. Именно такая его цель. Я сама разберусь. Ясно? И сделаю все так, как я считаю нужным. Без тебя. Спасибо, что напомнила. Я тут никто. Плюнуть и растереть. А почему никто? Ты тут как будущий муж Ларисы. Отец ее ребенка. Я только поэтому с тобой советуюсь. Сызы у нас тут немножко заработался. Кто у нас выпил лишнего? Тебе вообще нельзя алкоголь. Я не понимаю, что ты творишь? Слушай, беременность это не болезнь. А я творю, что хочу. Я соскучилась. Пойдем. Брис, ну к чему это? Услышит. Кто услышит? Сашка, что ли? А, или ты боишься, может быть, что да, она услышит, а? Что плохого в том, что женщина хочет своего любимого? Пойдем со мной, пожалуйста. Пойдем. Показательное выступление какое-то. Да, пойдем со мной. Ложись, ложись, ложись. Я заставлю, какой ты со мной. Тебе сейчас лучше поспать. И тебе со мной. Давай, я сейчас приду, давай. Ложись, ложись. Ну, куда ты? Сейчас приду. Я тебя жду. Вернись, Андрей. Да спи, я сейчас приду. Вернись, Андрей! Вернись! Ой, господи. Ой, господи. Ну, что там, порядок? Там, да. Дана. Все, что сейчас происходит, так не должно было быть. Все не так с самого начала. Какая-то цепь случайностей, моих ошибок. Легко у тебя еще на ошибку списать. Да я себя не оправдываю, но это похожесть Ларисы с мамой. Болезнь, когда, кажется, не соображала ничего. Хватит, выйди. Ларисы с мамой. Андрей, Андрюш, это ты вернулся? Нет, мам, это я. Что тебе здесь надо? Где Андрей? Он сейчас вернется. Он сейчас вернулся. Андрей, Андрюша, ну где ты? Где? У меня вообще где он? Ранки пошел. Не уйду. Значит я сама уйду? Не пущу. Пусти. Не пущу. Пусти. Все можно исправить. Что? Ребенка я признаю, не брошу, но с Ларисой я жить не хочу. Это обман и меня, и ее, и Сашки. Да нельзя ничего исправить. Можно. Отпусти меня. Ведь я вижу, что нужен тебе, скажи это. Нужен был, а сейчас у тебя есть Лариса. Я не могу вот так вот взять это и забыть. Пусти. Не унижайся, и меня не унижай, ясно? Ты можешь меня отталкивать, но это не изменит ничего. Доброе утро. Доброе. А где Лариса? Спит еще. А ты куда так рано? Ты как, спала вообще? Почти. Я тоже не очень. Ты гамму. Я с тобой. Не надо. Не надо. Я не разрешение спрашиваю, оставлю перед фактом. Слушаю условия вашего торга и подскажу, может, что-то дельное. Тебе необходимо сопровождение. Вот, возьми. Почти, ты как, наверное, в доме. Господи, в этом доме вообще ничего найти нельзя. Ау. Мама, у тебя с вечера была целая бутылка воды? С вечера была, а сейчас нет. Нет. Мне лекарства надо срочно. Дай мне воды, пожалуйста. Сейчас. О, Господи. А где все вообще? Уехали. Садись сюда. Вместе, что ли? Дана с Андреем? Я сама. Иди, иди. Да, вместе. Я яичницу приготовлю. Тебе глазунью? Спасибо, сынок. Не надо мне ничего. Быстро спелись, голубки. Ну что ж, пракс это тема. Нужно подумать только как правильно оформить. Да нечего думать. Цифры окончательно. Специалист все оформит. А этот, что ли? А вот не пойму. Вроде дело предлагают. А доверия никакого. Почему? Зеркало дать. На помощечку посмотри. Уже бухие в доску оба явились. Что? Со страху? Ну-ну. Бойтесь, бойтесь. Хотя, в принципе, это добрый. Никакой вы не добрый. Нормально, так еще за руль сели. В Дребадан. Может, их привезли? Так, мы сами приехали. Ясно? А менты будут здесь, если... Если мы не договоримся. Я со следователем на связи, ясно? И как тогда, так и сейчас закроют. Ты вообще слышишь, что ты говоришь, а? Дан, мне в машину. Там таблетки. Или домой. Иди сюда. Давай. 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 Цирк какой-то. Оба пьяные приехали. Давай за ними, а то еще разобьются. Воды. Все. Воды. 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 Победа. А, вы. Андрюш, Андрюш, держи, сейчас я тебя отвезу. Я тебе новость хотела сказать. Позитивно, Андрюш, искал повода, новость-то хорошая. Водитель на черном джипе, прижмитесь к обочине. Водитель на черном джипе, номер 3737, прижмитесь к обочине. Обгоняй ее. Уходим. Водитель на черном джипе, номер 3737, прижмитесь к обочине. Дана, это я, Левченко Сергей. Ты как? Где я? В больнице. Ты уснула за рулем, машина перевернулась в квет. Тебя доставили сюда, сказали, что родилась в рубашке. А где Андрей? Андрей тоже тут, его состояние хуже, пока без сознания. За нами ехала машина Гамова. Да, я знаю. Мы с группой вели его от ресторана. И тебя тоже, кстати. Жаль, что не сказала о встрече раньше. Все могло бы сложиться иначе. А что с ними? Гамов и его подельник мертвы. Лобовое с фурой. Там без шансов. Вам повезло больше. Это из-за меня? Дана, в крови нашли психотропы и снотворные. Зачем ты села за руль в таком состоянии? Теперь придется объясняться. Я врать не буду. Тебя ждет суд. Это все так ужасно. Мы с Андрешей уже дату свадьбы назначили. А теперь вот так знакомиться приходится. Спасибо, что быстро приехали, Василий. Это мой сын, Лариса. Как все ужасно. Все так сошлось. Это даже не этот виноват, который погиб, а Дана, падчерица моя, как могла за руль сесть, Андрюшу везти куда-то. Она вообще плохо водит. Она к правому рулю привыкла, а тут еще под таблетками была. В голове не укладывается все это. Какие прогнозы? Состояние крайне тяжелое. И причина этому не только травма, полученная при аварии. Замес сердечных препаратов с несовместимыми психотропами вызвал сердечный приступ. Психотропами? Вы уверены? У него с детства больное сердце. Ему категорически нельзя. Он знает об этом. Не мог их принимать. Если только пил, не знаю, ну как такое возможно? Возможно, лучше спросить у девушки, которая была с ним. Как у тебя совести хватило прийти сюда? Ты вот ходишь, Андрюша. Видишь, что ты с ним сделала? Пусть она убирается отсюда. Вам лучше выйти. Выйдите, пожалуйста. Если с ним хоть что-нибудь... Ты мне за все ответишь, ясно? Дана, тебе будут избирать меру пресечения. Очень многое будет зависеть от твоих ответов. Ты меня слышишь? Да. Хорошо. Нам нужно вместе понять, откуда в твоей крови и в крови Андрея взялись эти препараты. Вспоминай, что и где вы вместе пили. Это важно. Андрей взял бутылку, поставил в машину еще из дому. Он запил свои таблетки. И я тоже выпила. У вас совпадение по этим препаратам. Смотри название. Это Лариса принимает. То есть бутылки ее лекарства. Еще и в такой дозе. А вы пили и думали, что это просто вода, так? Почему Лариса тогда позволила вам взять эту бутылку? Она еще спала, когда Андрей брал. Он проснется, у него и спросится. Нам бы избавиться от версии намеренного отравления. А почему препараты Ларисы покупались на твое имя и оплачивались твоей карточкой? Я сама карту дала. Ну кто ж знал, что так получится? Ладно, идем дальше. Бутылку нам, к сожалению, уже не найти. Я буду давить, чтобы тебя отпустили под подписку. Если все так, как ты говоришь, то ты сама жертва. И на тебе только причинение вреда по неосторожности. Личный вопрос можно? Анализы показали. В общем, ты знала, что беременна? Да. Только Андрею пока не сказала. Не рада? Ребенок от жениха и беременной мачехи. Жених в тяжелом состоянии из меня. Ну, почему-то радоваться. Не спешите. Андрей умер, не приходя в сознание. Мы сделали все, что могли. Исправской «Свежи». Продолжение следует... Исправской «Отельно». Исправской «Отельной» Исправской «Отельной» Добилась своего? Андрей умер. Нашла способ не делить его, дрянь! Убила его! Лариса, прекратите! Она его убила! Да прекратите! Вам здесь нельзя находиться! Надеюсь, все виновные будут наказаны. Так, мера пресечения гражданки Павленко – арест. Я полностью признаю свою вину к гибели Андрея супруга. Дорона, мне не нужно снисхождение. Учитывая все факторы, Данна Михайловна Павленко приговаривается к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Мари, Мари, Мари. Мари, Мари. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают Девушки отдыхают Спасибо, пока свободен Привет, Дан, снова я Спасибо, а как на работу? Да, коллеги шутят, что я поменял квалификацию Но на этот раз я с хорошими новостями Наконец-то сработали адвокаты И тебя отпускают по УДО Хватит тут Год впустую Триста сорок семь дней не впустую Много нового узнала Это Тебе В новую жизнь с чистыми страницами Спасибо, Сергей Николаевич Куда думаешь ехать после освобождения? Подальше Чтоб точно с чистого листа Жаль Мы могли бы Не могли Я вам очень благодарна И только Привет! Привет! А это к тебе? Молодые дураки на угоне попались Правда Отдаваться за всех Этому одному придется А почему? Ну потому что Остальных родителей отмажут А у этого некому Подожди Лясо знакомый Как фамилия у вас? Павленко Александр, а что? Да, Александр Михайлович Ты времени зря не теряешь В рост вымахал, ума не нажил Ну рассказывай Зачем? Кататься хотел Но там такая точка была, вы видели Покататься без спроса Это угнать Дядя Сережа А знакомый следак Это как бы хорошо Или плохо? Ты дурачка выключай Как твоей маме дозвониться? А смысл? Я ей не нужен Лариса Артемовна живет В другом городе Да, у нового мужика А меня в школу-интернат сплавило А ваш дом? Стоит Там наш водила с женой Присматривает Я так по выходным прихожу А лучше бы они за тобой присматривали Ну и сестра твоя Дана Так она в Польше уже давно Лет восемь живет Вы разве не знали? Не знал Как с ней связаться? Да в соцсетях она есть Живет одна Что с тобой был бесом делать? Вот это вопрос Алло Алло Кто это? Извините мне некогда Вазенька Кофе будешь? Нет, спасибо, тороплюсь Допоздна опять Сегодня допоздна Завтра постараюсь Пораньше А что у нас завтра? Годовщина Андрюша Девять лет Посидим вдвоем Помянем Да, да, конечно Да Слушайте, Сергей Как вас там? Что вы названиваете, а? Сашке восемнадцать скоро Пусть сам со своими проблемами разбирается И не надо меня судом пугать Значит, пусть ответит А денег откупиться Мой муж все равно не даст А я и просить у него не стану Ясно? А что вам надо, если не деньги? Нет, я не приеду Я не могу И, пожалуйста, не надо мне звонить Отказалась? Да Ее сына могут посадить в тюрьму И ей все равно Забавно Надеюсь, хотя бы сестра отзовется А ты давно знаешь его семью? Давно знаю, лет двадцать как Дана, привет Спасибо, что отозвалась А я не очень поняла Что значит сообщение Сашкой в беде? Задержан за попытку угона Я знаю, у тебя работа Ну, не могла бы ты приехать Это важно Все, оставьте бутылку и идите уже Все, свободно Давай, Вася Давай, Вася Зачем ты так с ней? Как? Она в последнее время вообще обнаглела Ведет тут себя как будто хозяйка Она давно работает в этом доме Помнит Андрюшу И что? Давай ее позовем, посадим Вместе будем поминать Прости, Вась, прости, пожалуйста Просто мне очень тяжело Я понимаю Ты тайком от меня пьешь А Лидия ведь тебя бесит Потому что прячут алкоголь Так? Ну а если и так? Ты меня зачем в дом привел, Вася? Кажешь, я тут как в клетке сидела Не выпить, не сказать лишнего Я тут что, для красоты, Вась? Я тебя привел в дом, потому что Люблю тебя Хочу тебя сделать счастливой Хочу, чтобы у нас была настоящая семья Чтобы ты Родила мне ребенка О! Ну да, да Чтоб Андрей я тебя заменил, да Прости меня, Вась Прости меня, Вась Я твоих надежд не оправдала И... Какая из меня мать И с одним-то сыном справиться Я тогда уехала в Польшу Вороцлав, в прекрасный город Пыталась дистанционно управлять Делом отца, но не получилось И все посыпалось Я слышал, что фирма была продана Два года назад в вечерней фирме Супруна Это того самого? Да Это отец Андрея Ага Но она была продана через посредников Я лично его не встречала Ага А вернуться не думала? Запретила думать Хотя за Сашку сердце иногда болит Как он тут? Лариса-то его совсем бросила Ну, идем А ты ее так и не простила Не знаю Не хочу ее пока видеть Ну, я уверен, что для близких ты тоже незабытая Это у тебя поэтому такой ник в соцсетях Мы так с папой маму называли Незабытая Идем Ты что творишь? Тебя посадят, ты вообще понимаешь? Вон, скажи спасибо Сергею Николаевичу, что он тебя вспомнил Ну, хоть он и вспомнил Нам нужно как-то уладить вопрос с владельцем машины Финансово уладить Это нереально Мама нам денег не даст Деньги это не вопрос, успокойся Скажите, мы же можем как-то договориться Чтобы Сашку не осудили В данной ситуации это лучший способ не загреметь Потому что выбираться оттуда будет гораздо сложнее Дурак Просто дурак Иди сюда Иди сюда А почему не сообщил, что… Что она меня на чужих людей бросила? Да я же не маленький уже, жаловаться Слушай, Данка, я ведь это тогда тоже виномат был Что все так случилось Каким богом? Мать постоянно скандалы закатывала Крики бойни Я плакал много, хотел хоть как-то спасти ее Подсыпала ей снотворного в бутылку Чтоб она уснула и не скандалила Бутылка каким-то боком оказалась у Андрея Я хотел следаку рассказать, но побоялся Побоялся Трус Ничего не изменить Это не виновата Да Просто так бывает Не считай судьба Проходите Проходите, пожалуйста Располагайтесь Я сейчас позову вашу маму Спасибо Да ты проходи, садись Дань, я не очень поняла Это же дом Василия Супруна? Я его на фото видела Да, дом его Ты разве еще не поняла? Он и есть новый мужик на Шимаман Чай готов? Какой чай? Кто спросил? Чай готов? Да А тебе что, не утили в чужой дом без приглашения нельзя? Неприлично Так это же твой дом, мам Или я к тебе должен еще приглашения просить? А ее зачем привез? Неприлично в третьем лице, а тех, кто рядом Ты сама-то чем думала? Тебе чем в Польше не сиделось, а? И тебе здравствуй Ты зачем приехала? Позлорадствовать? Или позавидовать может? Так нечему завидовать Сын вон, видишь какой вырос? Гордиться нечем Спасибо, мам А дочку я в родах потеряла Андрюшкину Вот сижу теперь с отцом, его слезы лью Так ты зачем приехала? Мам, Дана вообще-то за меня залог унесла Ну, чтоб меня отпустили Она и гамму когда-то платила Наши проблемы это не решила А тебе чтоб мозги вправить Может и отсидеть не мешала бы И за это огромное спасибо Той дядя Вася бы сильно обеднел Я не пойму, какой-то странный разговор у нас Зачем вы приехали, а? И ты сидишь такая вся загадочная Привет Привет, Вася Саша Здрасте Что она здесь делает? Я сама в шоке Для меня такой же сюрприз, как и для тебя Я надеюсь, они уже уходят Твой сын может остаться А вы вон из моего дома А это всё Лида твоя, Вася, ну я говорила, я же говорила, она пускает всех подряд Ну давай другую найдём Да, ну да ладно тебе, ну нашла из-за кого расстраиваться Я вообще мать твою ненавижу Так, Саша, так нельзя говорить Да, так можно гнать тебя, как кошку под забором Весть, как она из себя жертву изображает, а сама Ты про что? Да про дочку Андрюшину Что? Мать её в роду не бросила То есть девочка жива? Да она вроде больная родилась и мать от неё отказ написала Я тогда вообще в детском лагере был и мне сказали, что сестра умерла Умерла Это потом уже там диалоги взрослых, отрывки А ну куда телефон? Телефон Да Сашка, ты уйди Я вообще тоже хотел послушать Уйди, это женский разговор Ну и что? Шантажировать меня теперь будешь, Сашку в это встянешь Это правда? Дочка Андрея жива? Где она? Будем бороться за девочку У неё серьёзные отклонения Другие пусть борются Мне ничего не надо Не понимаю, что ты говоришь Были тяжёлые роды Потом примешь решение Я всё уже решила Она мне не нужна Я никому не нужна Как такое вообще? Для меня она тогда умерла А она не умерла А ты просто взяла и написала отказ Да я бы и от здоровой отказалась, от такой тем более И не тебе меня судить Забыла, что из-за тебя случилось? Я два года по больницам, еле в себя пришла А какая бы из меня мать была Где девочка? Как её зовут? У неё новая семья? Я понятия не имею, не надо меня спрашивать Ты зачем приехала вообще? Мстить мне? Не можешь спокойно жить, да? Если я счастлива Разве? Счастливые люди так не выглядят Скажи, а Василий, он знает, что его внучка жива? Значит так Ты никому ничего не скажешь Или я тебя уничтожу, ясно? Ты мне всю жизнь поперёк дороги стоишь По своей воле Я о такой мачехе, как ты, тоже не мечтала Ты думаешь, мне с тобой нравится ссориться? Мы с тобой всю жизнь что-то поделить не можем Сначала отца твоего, потом Андрея Дай мне хоть с Васей спокойно пожить Скажи, где девочка? И я отстану Я тебе уже всё сказала Уходи отсюда, мужа моего не зли И вообще не надо сюда приезжать, ясно? Спасибо Спасибо Сергей, а вы узнаете про дочку Ларисы? Я, правда, даже даты не знаю Только вот что, август 2011-го Давай я попробую Если всё так, как ты сказала, то странная история Да, но для меня это очень важно Спасибо Вот тебя, кстати, встречают Никита? Добрый вечер А вы, наверное, Тамара, жена Никиты, да? Пойду позвоню Ларисе Дана, если что, я могу помочь со съёмной квартирой, с гостиницей Да нет, вы что, это ж мой дом Хорошего вечера Хорошего вечера Я с интернатом разобралась Завтра твои вещи заберём И переходишь на домашнее обучение Буду сама тебя как заняном готовить Днися на стол А Лариса знает? Она мне никаких распоряжений не давала Так а вы ей позвоните, тётя Тома Доложите А я позвоню Позвоните Слушай Когда Никита женился? Давно Ещё тогда, восемь лет назад Чего они такие напряжённые? Я его вообще не узнаю Ты, наверное, привыкли туда одни жить Ломан как уехала, а они вселились как хозяева Ну это же наш дом Наш Может они боятся, что мы их выгоним? Ну давай выгоним Давай без давай Иди людей к столу зови Люди ужинать Дядь Никит Тётя Том Ну вы что-ли Проходите к столу, присаживайтесь Отметим встречу И Данкина возвращение Ешь давай Пока горячая Дана, ты надолго приехала? Смотря как пойдёт В универ поступишь А я тебе после второго курса работу заберу Ну а если я не хочу? А что ты хочешь, тачки угонять? Я с тебя экзамен сдавать буду Вообще не понимаю Лариса платит супругом Беляниным Ну, Тамаре и Никите Из денег фонда нашего отца Да То есть это мои и твои деньги Ну они же типа домработники Типа да Но зарплата у них завышена в пять раз Когда я маме сказал про колледж в Англии Она вообще сказала, что денег нет Понятно И суть по выпискам Платит она им так уже восемь лет Ну вот за что? За то, что они в доме пустом живут? Белянин Никита и Белянина Тамара Да Мне кажется, что их что-то связывает с Ларисой Потому что она им платит Ну не знаю как сказать, но Это не присмотр за домом или за Сашкой Хорошо, покопаемся в их биографиях А пока вот Выяснил по твоей первой просьбе Что это? Это ответ на мой запрос Дочка Ларисы Павленко, рождённая 7 августа 2011-го Умерла в родах Нет Этого не может быть Её надо искать Ну это маловероятно Сергей Похоронить живого ребёнка Это подсудное дело, кто на такое решился бы? Пожалуйста, прошу вас, помогите Хорошо Хорошо Спасибо Спасибо Я перед ним виновата Я перед ним виновата Виной была случайность, ты это знаешь Ну наказала себя Нага, ты что? Легче стало? Эть, по-настоящему его не любила? Ну и так Это скорее какая-то спортивная злость была Когда Лариса его забрала Угу Она была права, мы с ней всю жизнь ругались, ругались Отца поделить не могли Потом Андрея поделить не могли А теперь Сашка вон между двух огней Она мне жизнь сломала И я ей Только вот она родила, а я нет Ну скажи Девочка, она же в этом не виновата Что Лариса такая, что я такая Если девочка жива, мы её найдём Я для тебя всё сделаю Спасибо Спасибо Здрасте Здравствуйте Можно? Привет, проходи Тамара Белянина В девичестве Котова Работала в том же роддоме Где Лариса Рожала сперва Сашку, а потом дочку И как гинеколог вела обе её беременности Да, и как раз в год рождения девочки В сентябре, правда уже одиннадцатого Она резко уволилась И вот с тех пор они С мужем стали получать деньги от Ларисы Спасибо Спасибо Я дальше сама Товарищ майор Хорошо, что она к вам по личному Иначе пришлось бы вас отстранить от дела Да я просто Давно её знаю Видимо, крепко зацепила Так, Тань, давай работать Таняк, смотри Здесь Серёженька, а так ты женю снял Да я предлагал уже Давно, правда Отказала Значит так Колесникова Саша 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 Иди сюда Тамара Андреевна Белянина по мужу Котова в девичестве Вот документы из роддома Где Ларис рожала А вы работали Ничего не хотите объяснить? Мало ли кто где работал И правда какое совпадение И уволились сразу после того, как Лариса родила Саша, ты послушай Тебе тоже надо знать Где Лариса на дочь? Где девочка? Она жива? Да, она жива Вы поделали документы И все почему-то считают её умершей Где она? Тома, молчи Звони Лариске Нет, вы оба мне скажете Где её дочь, ясно? Я знаю, что Лариса вам платит, чтобы вы молчали А махинации с документами Друзья, это статья, это срок Только пугать нас не надо Ответь мне Где она? Это наша семья Никита, убери нож Подожди Что ж ты такая непонятливая, а? Ну тебе же сказали Куда ты лезешь? Тебя жизнь не научила, что это по-плохому может закончиться? А я пуганная Я этого не боюсь Никита! Успокойся Да я спокоен Учти, если ты хоть слово скажешь Да пошел вон, куда ты лезешь? Я знаю, уходи Иди Лариса Да Это Дана, я короткая Встречаемся через три часа, ясно? А успеешь Ну или мы со следователем Приедем прямо к Василию домой Приедем Все же монтажисты в сборе А где же твой следак? Будет позже, если не договоримся Ну вот ты мне уже и условия стоишь Ну что же вам всем надо от меня, а? Денег Ну тебе-то Тамарка да, а тебе доченька Ты же и так богатенькая Да не нужны мне твои деньги Где девочка? А дальше что? Ты же Вася все расскажешь Лариса Ну давай по-хорошему Ты говоришь где девочка Я ее нахожу, забираю, мы уезжаем А Васе я ничего не расскажу Так что? Ну что? Ты выпить-то мамочке хотя бы принеси А там договоримся Скорей сюда, сейчас будет самое интересное Это Данкина в сумку ей кинь Что это? Я на такое не подписывалась Ты хочешь и дальше в страхе жить? Я лично не хочу, так что делай что говорю Лара, опомнись Ну вот Теперь понимаешь, почему я был нужен этой встрече Да Я даже не думала, что она меня так ненавидит Ну все, материал есть Идем Ну что, Лариса Артемовна Здравствуйте Виделись я не раз Я представлюсь Майор Левченко в следственный комитет Выпивки не обещаю Но кино покажу интересное И что? Вы тоже меня будете шантажировать? Вы знаете кто у меня муж? А? Майор Левченко Вам со мной лучше не связываться, ясно? Вы передайте другим участникам спектакля Что поимка преступника отменяется Я не смогла ее остановить В таком состоянии никто б не смог Так что, Тамара Вы нам расскажете? Я запуталась Мы дружили с Ларисой И с Никитой это она нас вела Да, я тогда пошла на поводу у нее На большие деньги повелась Ее как перемкнуло после родов А у одной отказницы девочка умерла Вот так и оформили Где девочка? В частном пансионате для детей и инвалидов Справедливости ради Каждый месяц половину денег Которые нам платит Лариса Мы переводим на содержание девочки Как ее зовут? Эля Эля Найденова Элечку сейчас позовут Очень хорошая девочка И родных никого Подождите, а кто платит за ее содержание здесь, вы знаете? Ой, это сложная история Ее сюда с первого года доставили Спонсоры, что ли, нашлись? Они оплачивают Уточнить можно бухгалтерии, если хотите Ага Привет! Это мои рисунки Правда? Ты очень красиво рисуешь А мне зачем-то сказали к вам приехать? В отеле Привет, Эля Сергей Николаевич Ах Так-то я Эля Анатарова Ах Даже так? Ну, тогда просто Сережа Тогда просто Эля Эля Да Это твои родители? Это просто хорошие люди Я бы хотела, чтоб у меня были такие родные Но у меня их нету Давай, мы будем к тебе приезжать А-а-а-а, вот и пеку меня взять хотите? Но учтите, у нас ездите поздоровее Я не очень здоровая Нет, нам нужны именно ты Да? Эля очень хорошая девочка Рисует замечательно Ну вот Устроим тебе выставку А? Мою? Шутите? Нет Что вам здесь надо? Я вам говорила, сюда не приезжать больше, а? Лариса, убирайтесь оба отсюда. Ты предатель против матери! Пошел вон отсюда! Ну, Дану Мунылью нашла, я ее видел, уже она клевая у нас. Я не знаю, кто это. Ну, вот узнаешь, посмотришь, как вы похожи. Лариса, это твоя дочь. Ваша с Андреем дочь. Господи, да что же вам надо всем от меня? Лида, что стоите? Выгоните их и ворота закройте, не пустайте никого больше. Мам, ты должна расслабить Василию, иначе я это сделаю. Ларис! Мам! Вася, Вася, Васенька. Мам, успокойся. Васенька, Ларис, Васенька, родной мой. Пожалуйста, прогони их, а? Сделай так, чтобы они никогда сюда не приезжали больше. Не слушай их. Они будут сейчас рассказывать про дочку какую-то, внучку твою. Вася! Ты опять выпила? О, Господи, ну что? Что молчите? Вам же всем надо меня достать, да? Вы всем не можете меня в покое оставить? Да, да. Да, я ее больную родила. Потому что пила все подряд. И бросила ее, отказалась. Все. И тебе я рожать не буду. Никому больше рожать не буду. Все меня в покое оставьте. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Я помнила о дочке каждый день. Сделала так, что деньги ей переводили анонимно. Сама ни разу не смогла себя заставить к ней поехать. Пролетилась уже, как-то в себя пришла, или уже почти три было. Не смогла, побоялась. А потом Вася приехал, и он фирму моего мужа покойного покупал. Кружил меня заботой, замуж позвал. Такой мне шанс выпал, что же я должна была сказать. Что я, дрянь, ребенка своего в интернат сдала. А всем говорила, что она умерла. Подругу свою под статью подвела. Я решила дальше врать, вот так. Так что суда я не боюсь, я заслужила. Хуже, похоже, в ней не будет. И так все от себя не долгало. Вы одна из пострадавших. Я не пострадавшая, я свидетель. Пострадавшая Лидия Демченко, она сейчас находится в больнице. Состояние удовлетворительное. Как это произошло? Знаете, я могу рассказать, сколько глупостей я совершила из-за чувства вины. Так вот, Лариса, она тоже действовала из-за чувства вины. Ну, просто как человек, загнанный в угол. Не понял. Вы что, сейчас пытаетесь оправдать подсудимую? Понимаете, просто я знаю Ларису очень давно. Я знаю, через что ей пришлось пройти. Потеря матери, мужа, преследование бандитами, потеря любимого человека, рождение больного ребенка. И да, я вас очень прошу, чтобы вы ее оправдали. Допустим, наезд на человека можно объяснить состоянием аффекта. А брошенный на годы ребенок, как это объяснить? Поэтому я вас прошу дать ей еще один шанс. Забрать девочку и воспитывать ее. Вы же понимаете, что никакие деньги не заменят просто настоящую мать. Понимаете? А я буду ей помогать. Мы одна семья. Продолжение следует... Проходи. Раздевайся. Да нет, зачем? Давай. Проходи. Я тут подарков твоей дочке купила. Там, набор с классными красками. В общем, подаришь ей. Данна, я очень много должна тебе сказать. То, что ты сделала, это... Давай без лишних слов. Ненависть и злость, как показал опыт, порождают только ненависть и злость. Я так не хочу больше. Ты меня не простишь. Уже? Уже простила? Уже простила? Мы же столько общих бед пережили. Я надеюсь, дальше будет только хорошее. Я вас оставлю. Я вас оставлю. Вася, я все понимаю. Правда. Жить со мной ты теперь точно не захочешь. Я любила тебя, правда. Андрюшку я тоже любила, поэтому... Поэтому и глупости столько натворила. Поехали. А для кого это? Для новых мамы и папы? Ну, да. Так это будешь не ты с дядей Сережей. Слушай, ну мы тоже будем. Ты чего? Здорово. То никого, а тут аж целых два комплекта родителей. Еще и Сашка. Два с половиной. Так. Послушай, помни, мы все твои близкие. Все, все, все. У меня тоже был долгий путь без мамы, как и у тебя. Мам. 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 Операцию подтвердили на девятнадцатое число, а девочку привезем в стационар двенадцатого. Да, но у нас анализы уже в семи руках. Да, и гостиница для сопровождающих все есть. Спасибо и вам. Воломишься? Больше, чем за себя. К этому профессору запись аж за полгода. А главное, что он дает шанс, что Эля будет сама ходить. Ну это отличная новость. Давай я. Спасибо. Вот так? Левее. Ага, вот так? Да. Красиво получилось. Ну да. Слушай, это вас не будет недели три, да? Ну, с учетом реабилитации, может, больше. Мы с Ларисой будем чередоваться, чтобы Эльку одну не оставлять. Она, представляешь, вообще такая капризная. Ну ни в какую не хочет одна быть. Эй, ну я же не на год собираюсь. Или я думаю, что успеешь меня забыть? Нет. Незабытый это ты для меня. Уже много лет. Подойди. Чего? Иди сюда. Ну, клоняйся. Ну? Помнишь, ты в колонии говорил про нас? Предложение в силе? Идемте. Ты только не торопись, ладно? Ты еще не торопись, ладно? Я! Данка, это ты. А это Сашка. Это ты, дядя Серёжа. Это ты, мама и деда. Держи. Вы все моя семья. Музыка. 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 Музыка.